Всем привет! Меня зовут Сергей и вы находитесь на канале Ментал ТВ, где я изучаю невербальное поведение человека и стараюсь делать вашу коммуникацию хоть чуточку безопаснее. Вы неоднократно просили, чтобы я проанализировал самого себя в своих видео, и эта идея показалась мне интересной и будет достаточно уместной, чтобы подвести итоги уходящего года. Информация в этом выпуске также будет полезна и особенно полезна людям, которым время от времени приходится выступать перед аудиторией либо камерой. И чтобы выступление получилось более успешным, необходимо знать и понимать, какие жесты и общее поведение может быть нежелательным. Также в дополнение к прокачке ваших выступлений необходимо поработать над чувством юмора. Но, как вы заметили, я веду свои видео в достаточно серьезном стиле, что не всегда может сработать при личной работе с людьми. Поэтому хочу вам порекомендовать 10-недельную разминку чувства юмора от Алексея Ярцева, в ходе которой вы будете развивать эрудицию, гибкость речи и подачу. Поэтому, если вы хотите стать остроумным, повысить свои актерские данные, скорость реакции в общении, то вам сюда. Ссылку я добавлю в описании. Сейчас давайте рассмотрим, как в моем невербальном поведении проявляется неуверенность и волнение, особенно в самых первых выпусках. И я вам покажу пилотный выпуск для канала, который нигде и никогда не был в открытом доступе. И сравним с тем, что есть сейчас. Это самое первое видео, которое было снято еще до запуска канала. Оно было создано, чтобы посмотреть, насколько моя задумка реализуема, и как у меня получится снять блок такого рода. Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Сергей Бубович, и мы открываем рубрику «Языка телодвижений». Здесь вы узнаете значение многих жестов, которые используют ваше окружение. Семья, друзья, знакомые. Подача очень сырая, речь медленная и не совсем корректная. Жесты-иллюстраторы произвольны и неточны. Можно заметить, что я неосознанно использую жест шпиль. В данном контексте он означает мою концентрацию, сосредоточенность и контроль у своих телодвижений. И следующая жест, которую мы рассмотрим на сегодня, является сцепленные пальцы рук. Опять же, на фото. Однако, проанализировав этот выпуск, выслушав мнение друзей и коллег, с которыми мне предстояло дальнейшее сотрудничество, был сделан вывод, что подача чересчур серьезная, говорю медленно, и все недостаточно живо. Поэтому в первом выпуске для канала я решил исправить ситуацию, но не обошлось без крайностей. Друзья, меня зовут Сергей Бубович, и мы открываем рубрику «Языка телодвижений». Здесь вы научитесь читать мысли людей по их жестам, мимике, тону голоса. Подача получилась неестественной и наигранной. Это выдают резкие и размашистые жесты иллюстраторы, которые отличаются от моей базовой линии поведения. С помощью таких жестов я также пытаюсь выглядеть убедительнее и расставлять акценты на словах, что не очень получается. Здесь, как и в жизни, неискренность и неестественность можно определить по волне поведения, то есть перепады с одного состояния на другое. Посмотрите, как это проявляется у меня. Внешнее отражение эмоционального состояния человека. Например, мужчина, который испытывает страх, либо ему просто дискомфортно. Я вроде бы серьезно и говорю спокойно, потом резко повышаю голос и подачу, потом опять происходят своеобразные скачки. Можно это ассоциировать с волной. То подъем, то падение. Моя ошибка использования таких резких жестов состояла в следующем. Подобные движения напоминают агрессию, когда человек резко замахивается и делает внезапные резкие движения. Поэтому другой человек на бессознательном уровне воспринимает это в негативном русле. И, возможно, у некоторых это могло вызвать негативную оценку. Хотя, в целом, соотношение лайков и дизлайков приемлемое. Но я решил не злоупотреблять таким поведением и в следующих своих видео такие жесты исключил. Посмотрите так же, как в одном моменте из выпусков у меня проявилось легкое волнение. Например, во время разговора он будет пожимать плечами. У меня задрожал голос. Он будет пожимать плечами. И после окончания фразы я слегка облизал губы. Бессознательный сигнал, чтобы снять стресс. А также хочу отметить, что положение бровей, как при печали, сигнализирует о дискомфорте и моей в тот момент неуверенности, которая связана с процессом съемки. В этой ситуации градус волнения поднят и связан с тем, что, во-первых, съемки для меня это что-то новое. Во-вторых, есть определенная ответственность. И смотря в кадры, я представляю, что это могут смотреть много людей. И важно перед ними не оплошать и сделать все хорошо. Когда я тренировался перед камерой и включал ее только для себя, то качество и в целом подача кардинально менялась. Я знал, что это видео кроме меня никто не посмотрит и волноваться не стоит. Тогда и материал не забывался, и я увереннее себя чувствовал. Поэтому, если вам предстоит какое-либо выступление перед камерой или на сцене, то советую потренироваться сначала перед зеркалом и поговорить на тему, которая не относится к вашему выступлению. И запомните это состояние. И научиться постепенно переходить от свободной темы к теме выступления, сохраняя это уверенное состояние. И еще хотел бы обратить ваше внимание на один момент. Пишите в комментариях, что вам больше всего хочется узнать. И при составлении материала мы будем учитывать ваше мнение. Можно заметить, что сначала происходит рассогласование жестов и слов. Я поднимаю плечи и махаю утвердительно головой. И при составлении материала мы... Хотя слова не соответствуют значению этих эмблем. И жесты опережают слова. И на слове «учитывать» я приподнимаю одно плечо. Эмблематическая оговорка. Мы будем учитывать ваше мнение. Эти признаки говорят о том, что я не уверен в своих словах. Но именно не уверен, а не вру. Вот вам пример, когда подобные сигналы не обязательно могут говорить о лжи. И я объясню, почему так произошло. При создании первых выпусков у меня уже была выстроена конкретная цель. Какие выпуски я буду снимать в ближайшее время. И мне было интересно мнение подписчиков, что они хотят видеть. Но я прекрасно понимал, что пока я не буду готов, в случае чего отклоняться от заданного курса. Поэтому мнение я готов принять, но не уверен, что буду безоговорочно к ним прислушиваться. Поэтому даже сейчас, когда я прошу скидывать в комментарии темы для выпусков, я их готов рассматривать. И даже многие идеи я уже использовал. Но все равно они будут проходить определенный фильтр. С каждым выпуском подача улучшалась и проходила работа над ошибками. Я уже лучше стал контролировать свои жесты и признаки волнения. Но, тем не менее, их можно выловить более опытным взглядом. Посмотрите на мой корпус. Он приподнимается и наклоняется вперед-назад. Это происходит из-за того, что я привстаю на носочки и пятки. Такое поведение говорит о нестабильном эмоциональном состоянии человека. В этой ситуации конкретно моем. С опытом и тренировками в следующих выпусках я уже не допускаю каких-либо критических жестов. И поведение в целом стабильное, уверенное и спокойное. Не считая, конечно, моменты с голосом и речи. Посмотрите так же, как изменились жесты иллюстратора. Изначально они были произвольны и бесконтрольны. А со временем стали более комплексны. Подчеркивают речь и дополняют слова. Также замечаю, что после выпусков про уверенность и неуверенность, люди начинают подмечать под моими фотографиями ВКонтакте или видео. И говорят, вот тут ты неуверен, вот тут ты уверен. Как будто то, что я сделал в выпуске по этим темам, обязывает меня вести соответствующе. Конечно, с этими знаниями я по-другому могу контролировать свое состояние и поведение. И замечать за собой то, чего раньше не замечал. Но хоть их и меньше, но бывают ситуации, в которых я могу испытывать волнение и даже неуверенность. Это вполне нормально. Многие профессиональные профайлеры, которые с легкостью могут считать состояние другого человека, могут при этом вести себя в жизни как угодно и даже неуверенно. Но моя важная задача, как и всех тех, кто изучает эту тему, в ситуации, например, с неуверенностью, проанализировать себя, сделать выводы и в повторном таком случае не допустить подобной ошибки. Как, собственно, и можно проследить по моим видео, наблюдение за собой и использование полученных знаний помогло справиться с первоначальными проблемами и исправить ситуацию в лучшую сторону. И также поступайте и вы, не пугайте своей неуверенности в той или иной ситуации. Пугайтесь того, что не можете выйти из этого состояния в повторных ситуациях и провести работу над ошибками. Безусловно, мне есть до сих пор чему учиться. Но вот какие уроки я извлек. Возможно, это поможет вам больше наблюдать за собой и развить себе коммуникативные навыки. А сейчас хотелось бы подвести небольшие итоги в этом году. Этот год оказался очень продуктивным и результативным в плане нашего канала и проекта в целом. Около 3-4 лет я ввел канал, и только в этом году, наконец, мы с вами достигли отметки в 100 тысяч подписчиков. А уже и 30 тысяч. Надеюсь, это еще не конец, и канал продолжит набирать обороты, и уже в новом году мы достигнем новых вершин. Несомненно, это все благодаря вам. Я рад, что вам нравится то, что я делаю. Надеюсь, вы получаете пользу для себя и будете развиваться вместе с нами и дальше. В свою же очередь, хочу пожелать вам достигать высот в ваших делах или начинаниях. А если еще не определились и не нашли свое дело, то желаю определиться и понять, что вам может быть интересно. Для этого пробуйте и делайте все подряд. И вы точно найдете себя. Также в новом году хотелось бы сделать все-таки упор на создание новых онлайн-курсов, благодаря которым вы сможете получить более глубокие знания и навыки в профайлинге и получить практику, которую не смогут дать вам книги. К слову, ближайший курс погружения в профайлинг запланирован на февраль и уже сейчас открыт предзаказ. Подробности по ссылке в описании. Надеюсь, в новом году я все же смогу выпускать видео почаще, чем выходили в этом году, и смогу радовать вас еще больше. Пишите в комментарии, как часто вы хотите, чтобы выходили выпуски. А на сегодня у меня все. Надеюсь, выпуск вам понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще почему-то этого не сделали. Жмите на колокольчик, чтобы увидеть первое видео после Нового года. Следите за людьми и не оставайтесь в руках. С наступающим! С вами был я, Сергей Бубович. Следите за людьми и не оставайтесь в руках. Всего доброго!